Для тех, кто еще не спит спокойно, в городе установили билборды, из которых Федеральная налоговая служба напоминает причину недосыпа. У налогоплательщиков осталось полтора месяца, чтобы оплатить налог на имущество, землю и транспорт. Как это сделать, даже не посещая инспекцию, можно узнать из специальных буклетов. Их распространяют и в автобусах, и в школах, и в подъездах домов. Сочинцев информируют о существовании электронных сервисов, и это не только онлайн-банки. Очень удобный сервис на сайте налоговых органов, налог.ру, личный кабинет налогоплательщика. Там есть вся информация обо всех начислениях, откуда какая сумма взялась, и прямо там на сайте налоговой, личного кабинета, можно эту сумму оплатить. Налоговыми органами разработано мобильное приложение, личный кабинет налогоплательщика, физического лица. Функционал там примерно такой же, как и через обычную компьютерную версию. То есть можно зайти, в том числе и авторизация по отпечатку пальца, что очень удобно, не нужно пароль свой запоминать, каждый раз забивать. Прямо из приложения можно произвести оплату. Из полумиллионного населения Сочи налогоплательщиков в городе 200 тысяч. Именно налог от физических лиц поступает напрямую в местный бюджет. Поэтому и акцент в вопросе собираемости налогов на этих граждан. Какие меры необходимо принять, чтобы до конца года выполнить в полном объеме те задачи, которые перед нами стоят? Чтобы мы смогли перед горожанами выполнить все свои социальные обязательства? Если в прошлом году мы не добились, то идеальная цифра стопроцентной собираемости. Мы при начислениях 440 миллионов бюджет собрали 415. Несмотря на то, что это достаточно эффективный показатель 94%, но в этом году мы ставим задачу все-таки в полном объеме собрать. Уже сейчас по данным налоговых инспекций начисления составили 429 миллионов. Мы планируем, что все-таки на уровне прошлого года будут эти начисления. В бюджет уже поступил 131 миллион. Ко всему прочему город поддерживает налогоплательщиков. Сочи один из муниципалитетов, который помимо федеральных предоставляет и местные льготы. Мы приоритет поставили с вами. Это уже много лет мы практикуем, что только те, которые зарегистрированы в Сочи, имеют право пользоваться льготой. У нас льготами очень много людей пользуется. Если в цифрах посмотреть, то это немалая сумма. По налогам физических лиц на имущество мы 110 миллионов предоставляем. По налогу плюс еще полмиллиона, около миллиона это многодетные. По земельному налогу федеральные льготники 54 миллиона, а по налоговым льготам муниципальным 31 миллион. Это значимые цифры и мы поддерживаем своих налогоплательщиков. Напомню, единый срок уплаты налогов – 1 декабря. Напомнят об этом и сами налоговые органы. 15 тысяч листовок уже распространены в 57 учреждениях города. Впервые в этом году такая информация появится и на общественном транспорте. Вежливо напоминать будут до первого дня зимы. Далее должникам придется ждать в гости инспекторов и судебных приставов. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.